Здравствуйте, уважаемые любители белорусского футбола. Очередная рубрика в программе «Ясно в футболе». И сегодня в нашей студии в гостях легенды белорусского спорта Александр Владимирович Юрьевич. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Огромное спасибо, что нашли время для нас, для нашей программы. Давайте перейдем к вопросам, которые подготовили специально для вас. Первый вопрос такой. Сразу две топ-игры прошли в минувший выходной. Борисов сыграл Батэ с Гомелем и Неман сразился с Шахтером. Что думаете об этих противостояниях? Кто понравился? Какие мысли? Ну, понравились. Две, в принципе, интересные напряженные игры. Наверное, Батэ, Гомель, там, скажем так, было больше футбола. Шахтер, Неман, наверное, было больше борьбы. Поэтому, в принципе, результат и той, и той игры, я считаю, закономерным. Наверное, все по делу было. Скажите, пожалуйста, какая из команд нравится сейчас вам в процессе вот этого апрельско-майского периода, да, весеннего футбола, как мы его называем? И что скажете о Борисове и о Шахтере? Клубы, за которые вы играли, провели не одну сотню матчей, которые вам наверняка близки. Ну, наверное, импонирует на сегодняшний день Батэ. Все-таки они по праву лидируют. И тот футбол, по крайней мере, весенний, что показывают в команды. Но я думаю, они пока лучше всех справляются с этим. И по результату, и по игре. Александр Владимирович, пять игр чемпионата позади. Что думаете насчет перспектив Минского Динамо? И давайте не забывать, у Динамо впереди игра с Батэ. Что думаете на этот счет? Ну, на самом деле, в эти выходные, как все игры, как я называю, важны. Но есть ключевые игры. И вот это будет, как мне кажется, может быть, скажем так, ключевая игра не просто тура, а игра чемпионата. Или, по крайней мере, первого круга. Почему? Потому что если Батэ обыгрывает Минское Динамо, то мне кажется, я могу ошибаться, но предположить, что это будет самый ранний чемпион в истории чемпионатов. Возможен такой исход. И берем обратный вариант. Если Динамо Минское обыгрывает, то здесь закручивается интрига. И как бы Динамо в гонке. Поэтому борьба обостряется. Поэтому очень интересный и важный тур. Чем он закончится, посмотрим выходные. Поэтому лично для меня очень важен и интересен этот матч. Даже по раскладам всего чемпионата. Не просто какой-то части, а всего чемпионата. То есть в шестом туре, вполне возможно, мы увидим золотой матч? Я бы не сказал, что это золотой. Ну, золотой матч, возможно. Если Баттея обыграет, то, мне кажется, в 20-м туре чемпионата они могут стать чемпионом. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что помните о футболе 90-х? Почему? Спрашиваю об этом. Во-первых, это период, когда вы активно играли. Во-вторых, у нас в этом месяце 30 лет нашей белорусской вышке. Может быть, можно сравнить футбол тогда и футбол сейчас? На самом деле, тяжело сравнивать. Как всегда, каждое поколение считает, что оно играло лучше, чем предыдущее. Ну, наверное, в чем-то есть логика. По крайней мере, я скажу, мое поколение считает, что мы играли лучше, чем сейчас. Старшее поколение считает так же. Но в целом, все-таки в плане физики, в плане техники работы с мячом, предыдущее поколение были сильнее. Сейчас, может, немного более стали тактические, футболисты обученные. Но если брать в среднюю, все-таки уровень исполнительского мастерства было, наверное, получше раньше. Все-таки. Давайте отмотаем назад четверть века, 25 лет. Вам было 16, и вы за состав тогда еще Лицкого обувщика забивали Минскому «Динамо». Сегодня такое кажется невозможным, как думаете? Вот как раз-таки сегодня это, наверное, уже становится возможным. Так как я говорил, и вот говорю своим ребятам в юношеских сборных, что сейчас пришло такое время, время молодых. Посмотрите, чем этот чемпионат хорош, в принципе, если искать положительные моменты, то уже сколько ребят 18 и моложе дебютировал. В Батте два человека четвертого года. Ну, это только что я так поверхностно по-быстрому говорю. Душевский в Минске четвертого года. Мартынов с Минска пятого года уже дебютировал. Поэтому Шуманский там в 17 лет, ему 17, он забил. По крайней мере, в Днепре играют молодые ребята. Ну, и многих я, наверное, упустил. То есть вот это время – это шанс для молодых. Как они этим воспользуются. Если 2-3 года, 5 лет назад было невозможным, чтобы 17-летние пацаны играли в высшей лиге, для нас это была большая проблема, то посмотрите, сейчас это происходит. Я думаю, будет происходить еще больше. И в следующем году, я думаю, что шанс у этих ребят будет еще больше. Потому что вот это поколение 86-90, которое считалось неплохим по белорусским меркам, оно все равно в силу возраста рано или поздно не заканчивает. Это ближайшие годы. Поэтому это место кому занимать, если не им. Поэтому в этом есть большой плюс для нашего сегодняшнего чемпионата. Александр Владимирович, не могу обойти стороной ваш рекорд. Вы рекордсмен в высшей лиге по матчам. 484 раза вы выходили в вышке на поле. От кого, как не от вас, услышать мнение, как за это время менялся чемпионат. За почти полтысячи матчей, как вы оцените эту динамику? Что менялось в футболе белорусском? Ну, по большому счету, если сказать, что у нас большие взлеты и падения, нет. Мы где-то падаем, где-то немножко взлетаем. Все же зависит в большинстве от экономики страны. Если есть финансовый ресурс, это, естественно, легионеры. Добротного уровня, который приезжает сейчас, их становится на порядок меньше. Поэтому, ну, немножко волнообразно, но больших перепадов, я бы сказал, что в начале 2000-х было вот так, потом вот так. Единственное, что мы можем выделять, это какой-то сборный цикл, который был более-менее удачным. И, ну, наверное, Бате времен Анатолия Анатольевича Капского покойного, которое это было что-то, что-то, нечто невообразимое, когда команда первые разы выходила в Лигу чемпионов. И причем там на протяжении ни сезона, ни двух, а это было сезонов 7-8, где регулярно играли в групповых этапах. И хорошо ведь играли? Не мучились, а именно играли, да, достойно. Но это феномен, это исключение из правил, это необъяснимая вещь, но это было. Как-то так. Говоря о феноменах, я бы, с вашего позволения, отнес бы туда и вашу футбольную карьеру. И сейчас объясню, почему, уважаемые телезрители. Вы играли против мировых грандов, вы выходили на поле против Мадридского Реала, против Барсы, против ПСЖ, Эвертона, против Фенербахча, насколько я помню. Не говоря уже о том, что вы играли против Киевского Динамо, против Зенита, против Ювентуса. Какой из клубов, либо, может быть, персонально кто-то из игроков того времени, против кого вам приходилось противостоять на поле, запомнился больше всего? Ну, если больше всего, то это Гути сериал. Не знаю почему, но как-то он тогда упал, настолько расслаблен, настолько, скажем так, всемогущий на поле. Было много топовых футболистов, но почему-то именно он мне запал больше всего. И мне нравился Рауль, хотя он уже заканчивал, был в возрасте. Но так как он открывается, я понимал, что если бы до него доводили мяч, то из 10,8 он был бы первый на мяче, я бы ничего не мог сделать. Но вот подсознание-то держалось. Ну, и Брагимович машина, конечно, и физически, и технически полностью. Ну, это суперзвезды. Да, футболистов хороших было много, с кем пересекались. Ну, чтобы много не перечислять, наверное, все-таки. Вот эти топ-3, это будет Гути, Рауль и Златан Брагимович. Наверное, да. Спасибо огромное. Не могу не спросить про сборную. Более 30 матчей вы провели в футболке национальной сборной. Скоро мы стартуем в Лиге нации. Против нас будут играть казахи, против нас будут играть словаки и азербайджанцы. Каковы ваши прогнозы на цикл нашей сборной в Лиге нации? Не хочется не давать никаких прогнозов. Сейчас в июне будет 4 матча сборной. Это, наверное, впервые так много. Это будет очень тяжело и физически, и психологически для сборной. Тем более первый матч, наверное, ключевой. В принципе, как начнешь, с какими эмоциями. За короткий промежуток времени сыграть 4 игры. Очень тяжело. Единственное, что хотелось бы, чтобы ребята отдавали все силы, которые у них есть. Старались подготовлено приехать в сборную. Потому что сборная – это все-таки лицо, это показатель всего. Поэтому главное, чтобы не уступали в желаниях. Хотели победить, верили, что не могут. Мы можем и разом можем обыграть любую команду. Если мы готовы на 100% своих возможностей. Мы говорим о психологии победителей. Что настоящие победители сначала побеждают, а потом выходят на поле. Да, что-то в этом есть. Я очень долгое время не понимал, что это такое, пока не попал в БТ. Когда ты энное количество лет, 98% матчей внутренних чемпионатов побеждаешь, ты выходишь, ты понимаешь, что ты сегодня не можешь проиграть. Да, матч может закончиться как угодно. Это футбол, но именно вот это чувство, что ты уже внутренне победил по-хорошему, это дорогого стоит. Другой компонент, когда ты выходишь и думаешь, как бы отбиться, как бы не пропустить, как бы не проиграть в крупной, но это другая психология. Она, конечно, ущербная. И тяжело с такой психологией играть в футбол. Александр Владимирович, говоря о психологии, хотел бы задать вопрос, зацепиться за ваше выражение психологии. Вы работали в структуре федерации с ребятами 2005-2006 года рождения, насколько я помню. Я помню вас на Кубке развития, я помню на отборочном чемпионате юноши Европы, насколько я помню, тоже ваша команда была. Подскажите, психология молодого белорусского игрока и вообще будущее нашего футбола, что такое, каково оно, новое поколение белорусских футболистов, с которыми вам довелось работать? По большому счету, она осталась такая, как и в предыдущих поколениях, то есть оставляет желать лучшего. Мы боимся, в первую очередь, самих себя. Я вот смотрел, как менялась психология футболистов БТ, которая, когда первые разы мы выходили на Евроарену, когда получили уже какой-то опыт, было видно, что, по крайней мере, внешне ребята справляются с этой ситуацией. Но все равно внутренне на поле, оно чувствовало, что это нам мешает. Мы все равно до конца не можем раскрепоститься. И это, безусловно, нам мешает. Хотя нынешнее поколение, оно немножко другое все-таки. И я надеюсь, что еще следующее поколение в этом отношении прибавит. Потому что, выходя и боясь играть, ну, это очень тяжело. И мы зачастую, когда вот у меня был пятый год, мы приезжали куда-то первые игры играть. И всегда первая игра, первый тайм, это очень тяжело. И первые 15 минут мы один-два мяча пропускали. Потом ребята аковы сбрасывают, и идет другой футбол. Они показывают то, что могут. Поэтому в этом плане нам нужно еще прибавлять. И последний вопрос. Давайте коснемся, опять-таки, раз мы начали говорить о молодых футболистах. В октябре юношеская сборная, которой вы руководите, сыграет Норвегии против норвежцев. И также нам противостоят в цикле ирландцы и, по-моему, армяне, насколько я помню. Скажите вы, как тренер, каковы реальные перспективы оказаться на первой и второй строчке в группе? Это реальные перспективы. Первый-шестой год он по стране, в принципе, неплохой. Команда уже показывала, что может играть в добротно-агрессивный футбол при этом с результатом. Поэтому все это совокупности дает право думать, что мы не то что победим. Я очень надеюсь, что эта сборная выйдет в следующий раунд. Будем надеяться, верить и наблюдать за успехами наших молодых ребят. Спасибо вам еще раз огромное, что нашли время для нашей студии. Для нас большая честь приветствовать вас здесь. Друзья, в нашей студии была легенда белорусского футбола Александр Владимирович Юрьевич. Увидимся через неделю с новыми интересными гостями. Любите футбол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok